С 15 апреля стартуют ремонтные работы на участке московского шоссе от Мичурина до проспекта Кирова. Контракт рассчитан на два года. Здесь появится четыре новых подземных перехода. Приведут в порядок и уже существующие. Обустроят тротуары, зеленые зоны и велодорожки. Заменят опоры освещения. Мы будем очень жестко контролировать выполнение работ нашим подрядчикам, соблюдение технологий, соблюдение требований проекта. В случае, если будут выявлены какие-либо отклонения, эта работа подрядчикам должна будет быть исправлена за счет собственных средств. Проект ремонт, уверяет подрядчик, технологически самый продвинутый в истории дорожных работ в Самарской области. Вместо нефтяного битума в основание в состав щебеночно-мастичного асфальтобетона войдут полимерно-битумные вяжущие. Задачу по использованию этого материала ставил в своем послании губернатор Самарской области. Верхнее покрытие станет толще, чем существующее почти в два раза. После ремонта колея не должна появляться как минимум в течение пяти лет. В связи с ремонтом неизбежны изменения в движении транспорта по магистрали. Чтобы минимизировать пробки на 8-километровом участке, предусмотрено 43 временных схемы организации дорожного движения. Сейчас они согласуются с госавтоинспекцией. Планируется, что основные работы подрядчикам будут вестись преимущественно в ночное время, чтобы избежать транспортного коллапса. Мы начнем с подготовительных работ организации стройплощадок на Московском шоссе. Ну и первый этап будет, это улица Маломосковская, с которой мы начнем. И, наверное, с первого участка от Мичурина до Луначарского. Между тем, проект реконструкции участка Московского шоссе от проспекта Кирова до границы города в настоящее время практически готов. Осталось пройти экспертизу. Этот объект будет выполняться на средства федерального бюджета, так как он вошел в программу подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года. К работам по реконструкции этого участка Московского шоссе дорожники приступят уже весной 2015 года. Продолжение следует...